Экстраба, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дайпять и шоу по факту. Мультфильмы смотрели все и, как правило, во время просмотра все чему-то учились или просто получали удовольствие от безобидных нарисованных персонажей. Но есть ряд мультиков, которые по тем или иным причинам запрещены в разных странах мира. Итак, 10 запрещенных мультфильмов. Лего, 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 лего. О, факт. В 1991 году в США был запрещен 65-й финальный эпизод мультфильма «Чудеса на виражах» и назывался он «Осторожно за штурвалом АС». По сюжету Балу с целью заработать решил перевести бомбу, а последствия от этой самой бомбы героя не волновали. В России эту серию показали без какой-либо цензуры, а в США быстро запретили за пропаганду терроризма. Те, кто смотрели мультик «Паровозик Тишка» будут недоумевать, за что вообще его можно запретить, но оказалось, причина есть. Три года назад на территории Украины к показу был запрещен этот мультфильм за, внимание, пропаганду страны-агрессора. Под эту неадекватную раздачу мог попасть и мультфильм «Маша и Медведь», но огромные рейтинги не дали этого сделать. Тут деньги сыграли важную роль. Как думаете, есть что-то общее между Дональдом Даком и порнографией? Нет, но в Финляндии посчитали иначе. Уже несколько десятков лет назад в скандинавской стране было запрещено все, что связано с этим мутинным персонажем. Видимо, из-за его нежелания носить штаны. Причина запрета – порнография и аморальные ценности. И это, кстати, фейк. Нифига он не запрещен, он очень популярен в Финляндии. Снова США и снова запрет детского мультфильма, но в этот раз пострадали приключения мультяшек. В серии «Одно пиво» трое главных персонажей сделали по глотку этого самого пива и зря. Их неадекватное поведение и угон полицейского автомобиля привел к тому, что ребята разбились. Эпизод показали в Америке единожды, после чего запретили. Причина – пропаганда детского алкоголизма. В 77-м году прошлого века состоялась премьера полнометражного мультфильма «Приключения Винни» про всеми любимого медвежонка. Все было хорошо, пока в интернете не стали форсить информацию о том, что китайский лидер Си Цзиньпинь похож на этого медведя. Как это нередко бывает в Китае, мультик быстро запретили, причем даже посмотреть изображение Винни на территории Китая довольно трудная задача. Вторая часть полнометражного анимационного фильма «Шрек» вышла в 2004 году. Большинство детей и даже взрослых она понравилась, но вот в огромном количестве кинотеатров Израиля к показу ее не допустили. Авторы перевода решили изменить одну сцену с предложением отрезать детородные органы и преподнесли ее на свой лад, упомянув местного певца Давида Даора. Шутка была понятна местным людям, но для музыканта оказалась недопустимой. Давиду успешно удалось засудить авторов этой идеи. В этом же году, что и вторая часть «Шрека», вышел эпизод «Сфинки Пеппы», который называется «Тоненькие ножки». Везде ему не придали никакого негативного значения, кроме Австралии. По сюжету в серии из раковины выползает безобидный паучок, и Сфинка начинает с ним играть и общаться. В общем, ничего криминального, но можно вспомнить, какие дела с пауками обстоят в Австралии. Там они ядовитые и легко могут пробраться в любой дом. Серию запрещали дважды за опасные для детей советы. Всего два года назад в российской версии детского канала «Николодеон» было решено не пускать в эфир девятый эпизод первого сезона мультсериала «Мой шумный дом». В серии «Овернайт Секс» главный герой приходит на ночевку к другу, а родители друга мужская пара, причем замужняя. На Западе это считается нормой, но в России серию решили не показывать по причине пропаганды однополых отношений. Стоит отметить, что в Кении «Шумный дом» из-за этого эпизода запрещен полностью. «Гравити Фолс» является любимым мультипликационным сериалом для миллионов людей, но и он подвергался цензуре, причем у нас. Да, в России его можно посмотреть по телевизору, но зачастую немного в измененном виде. Многие шутки переводятся гораздо мягче, чем они звучат в оригинале, а также некоторые сцены вырезаются совсем. Достаточно просто сравнить второй эпизод. Наверху посчитали, что в мультике содержится порнография и сцена насилия. В 97-м году вышла серия покемонов, носившая название «Электрический солдат Паригон». Эпизод вышел в Японии, после чего был запрещен, а в большинстве других странах его не допустили вовсе. На 17-й минуте происходит резкое мелькание кадров, где заменяют друг друга синие и красные цвета. После просмотра более чем... всего полутысячи зрителей начались приступы эпилепсии. Этот случай сильно повлиял на репутацию покемонов в те времена, и создателям даже пришлось повременить с выпуском новых серий. Я буду рад, как клевый мультфильм, который нигде не запретили, если ты поставишь лайк под это видео, а также предлагаю посмотреть новую серию мыслей, о которых ты не догадывался, и 10 ужасных мутаций человека.